Здарова всем подозреваемым, и с вами, как всегда, Саня Слоун, и у нас на канале 1 миллион подписчиков! Поздравления, пишите в комментариях! А вообще, если честно, то это просто цифра, но 1 миллион, ребята, 1 миллион! Реально, что ли, 1 миллион? Серьёзно, 1 миллион? Да, ребята, 1 миллион подписчиков! И да, в этом видео я бы хотел ответить на вопросы, которые вы задавали в нашем телеграм-канале. Кстати, ссылочка на него будет в описании и в закрепённом комментарии. И там лично я с вами общаюсь, ну и, в общем-то, в принципе, как и всегда, я всегда поддерживаю с вами связь. Вопросов задавали много, но я отобрал самые интересные. Конечно же, там были вопросы, где потерял волосы. Открою вам секрет, волосы я потерял, пока вёл ютуб-канал Саня Слоун. До этого у меня были шикарные волосы. Нет, не были. И сразу же давайте приступим к вопросам. Первый вопрос задаёт Конз. Саня, как дела? Как видишь, братан, всё шикарно. Второй вопрос задаёт Каролина, одна из моих топовых подписчиц, которая постоянно комментирует каждое видео. Когда видос про Соспектс? Ребята, про Соспектс я хочу сделать отдельное видео, рассказать вам всю правду, всю кухню, которая происходит внутри компании и происходила, пока игра ещё была в трендах. И после того, как она уже ушла с нашего рынка, после того, как уже разработчиков в ней нет, я всё-таки созрел на то, чтобы выпустить очень интересное видео, которое всем вам понравится. Как я к этому отношусь и то, чего вы не знали, что знал я лично. Ни один блогер этой информацией не владеет, ей владеет только я. В принципе, мне всё равно, что мне за это будет, но я должен вам об этом всё рассказать. И одно из моих следующих видео будет именно про это. Третий вопрос задаёт Димон. Саша, ты меня должен помнить. Я ломис. Вопрос. Сколько ты занимаешься спортом? Да, наверняка мои подписчики, которые пристально смотрят мои видосы, они замечают, что у меня регулярно меняется вес тела. То у меня есть щёки, то они у меня впавшие, то у меня синяки под глазами, то у меня глаза красные, то я худой, то толстенький. В общем, всё это связано с тем, что я то занимаюсь спортом, то не занимаюсь спортом, то ем правильно, то не ем правильно. В общем, в этом у меня постоянства нет, потому что единственная постоянная вещь, которой я занимаюсь на протяжении уже пяти лет, это мой ютуб-канал. На нём выходит видео каждый день, за редким исключением бывает просто вот, когда вот, ну, просто вообще ничего не идёт, или, ну, не знаю, что может случиться, что не выйдет какое-нибудь видео. Вот шорцы 100% выходят. С длинными видосами, конечно, посложнее, потому что просто-напросто на них тупо не хватает сил и времени. Там дальше будет вопрос, как раз-таки на него и отвечу. Следующий вопрос. Денис задаёт. Сколько тебе лет? На данный момент мне 33 года. Но чтобы вы не потерялись, если будете смотреть это видео в следующем году, я 1990 года рождения. Далее. Найт Зэм. Ну, он просит, чтобы мы его называли Найт Фим, но пусть будет Найт Фим. Банальный вопрос, но тем не менее, как и почему ты стал вести ютуб-канал? В общем, история очень простая. Наверное, у всех так было, кто занимался ютубом. Многие бросили, многие, вот как я, до сих пор продолжают. В общем, всё достаточно просто. Я очень любил смотреть летсплей по разным играм. Вот реально, вот бывает такое, знаешь, не фильм посмотреть, не какой-нибудь мультик, не сериал, а вот ты просто смотришь какое-то прохождение какой-то игры на ютубе. И тебе прям в кайф. Вот ты сидишь, прям этот сюжет, прям как комментирует ютубер. Тебе прям это нравится. Ты смотришь это реально как фильм. В общем-то, и я подумал, ё-моё, я же сам могу играть и сам могу это делать. В общем-то, попробовал. Я этим так загорелся, что до сих пор у меня горят глаза с этим каналом. Это единственная вещь, с которой я никогда ещё не расставался. Это ютуб-канал. Многое было. Но вот ютуб остаётся со мной по сей день. Надеюсь, так и будет дальше. Сплэш задаёт вопрос. Если бы Соспектс ожил и тебя бы пригласили на офф ютубера, ты бы согласился? Сразу забегая наперёд, я до сих пор являюсь официальным ютубером Соспектс Мистери Мансион, а также игры Зуба. В общем, я вообще в принципе официальный создатель контента Wild Life Studios. Хотя даже контент я уже несколько месяцев по этим играм не пилю. Но тем не менее, разработчики держат меня по какой-то причине. Я уже просил снять с меня. Они всё равно не снимают. Я не знаю, по какой причине они меня там держат. Я даже числюсь работником в их компании, как фрилансер. До сих пор там работаю. Вы не поверите, но это так. После всего того, что произошло, я по-прежнему ещё числюсь как работник-фрилансер Wild Life Studios. И да, я просил разработчиков продать этот проект нам, простым смертным. Я бы даже нашёл инвесторов, которые бы вложились в него. Но, к сожалению, политика компании не предусматривает продажу своих проектов, даже если они убыточные. Им проще удалить этот проект, чем продать. Ну, я не знаю. Ну, такая политика компании, тут ничего не поделать. Следующий вопрос. Ксения. Приносит ли блогерство деньги? Это первый вопрос. И она задаёт сразу же второй. Ты работаешь на работе онлайн или ходишь в офис, к примеру, да? Ну, те из вас, кто сидят в нашем Дискорде, ссылка тоже будет на него в описании, кто общается со мной, кто в Телеграме часто переписывается и задаёт мне тоже вопросы, я там тоже отвечаю. В общем, первый вопрос. Приносит ли блогерство деньги? Сейчас уже да. Вы заметили, что на моём канале в шорцах особенно появилась реклама Black Rush. Также очень нередко берут рекламу всякие магазины. Да, блогерство начало приносить какие-то деньги, но я живу в стране, в которой эти деньги, которые приносит блогерство, они незначимые, они очень маленькие. Жил бы я на Украине или в России, эти деньги были бы хорошими. Но в данный момент, там, где я живу, это в принципе не очень много. Но для стран, где живёте вы, это уже в принципе нормально, можно уже даже не работать. По поводу работы. Да, я работаю на обычной простой смертной работе. На данный момент я работаю в супермаркете обычным сортировщиком товара. Просто хожу и раскладываю товарчики по полочкам. Вот так вот, получаю обычную земную зарплату. Вот так вот. А вы думали, что, миллионеры не работают? Работают ещё как. Следующий вопрос задаёт клоун. Как ты придумал название Слоун? Тоже банально просто. Я не сидел, не думал часами, просто что за никнейм взять себе на Ютубе, что придумать. Я просто посмотрел перед тем, как создать Ютуб-канал. Просто так совпало. Фильм называется Особо опасен. Там снимается Анжелина Джоли и в этом фильме был такой герой, которого звали Слоун. Ну, у него такой был псевдоним. И, в общем-то, мне как-то что-то запало это в голову. Я такой Слоун, Слоун. И там ещё крики там были тоже Слоун. В общем-то, так и получилось. Саня Слоун. Вот-вот и всё, в принципе. Единственный вопрос, который я оставил для себя, это приставку Саня делать или нет? Просто оставить как Слоун. Но на тот момент была какая-то девушка на Ютубе, которой было много подписчиков. Ну, на тот момент. И у неё был никнейм на Ютубе Слоун. И я типа, блин, ну как-то будут путать, наверное. И всё, я об этом раньше думал. А сейчас, в принципе, Слоун, только я один такой с миллионом подписчиков. Конечно же, всё благодаря вам. Кстати, если ты досмотрел до этого момента, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И обязательно пиши свои вопросы также в комментариях, на которые я, возможно, отвечу в ещё каком-нибудь видео. Далее. Последний вопрос задаёт Максим. В каком городе ты родился? Я родился вообще на Украине, в городе Херсон. Переехал я в Израиль в 2014 году и живу здесь по сей день. Будешь ли ты играть в моды Амонкас, когда выйдет то приложение, о котором ты говорил в ролике на своём канале с лимоном тебя? Спасибо за поздравление. И да, естественно, так как я снимаю все эти моды благодаря такому ютуберу, как Санди, у которого 20 плюс миллионов подписчиков, это уникальный контент, которого нет на русскоязычном Ютубе. На англоязычном Ютубе есть подобный контент, но он даже близко не похож на тот контент, который делает Санди и его команда. Это лучшие моды, которые можно только сделать. Ходят слухи о том, что разработчики, даже это не слухи ходят о том, это официальная информация о том, что разработчики Амонкас будут делать такое нововведение в игру, где каждый может играть уже с модами. То есть они готовят такую почву для того, чтобы если, допустим, у меня есть мод, я могу прямо в оригинальной игре создать игру, и вы сможете к ней подключиться, играть в этот мод, в котором я играю. Пайлы игры будут скачиваться как-то автоматически на ваше устройство, и вы сможете играть вместе со мной. Но сами создавать катки вы, походу, не сможете. Что-то вот в этом роде. Видимо, все-таки коллаборация с англоязычными Ютуберами типа Санди, она все-таки будет в игре, потому что, ну, игнорировать такой контент невозможно. Он бесконечный, и он уникальный. И для разработчиков Амонкас это будет очень жирный плюс, если в игре появятся вот эти топовые моды, в которые мы все с вами можем играть бесплатно. На данный момент я уже снимал видео на своем канале о том, как можно поиграть в эти моды. Сами разработчики этих модов сделали приложение, в котором они будут публиковать эти моды. Оно находится у меня в Телеграм-канале в закрепленном сообщении. Специально вот закрепил, чтобы не задавали вопросов. То есть вам достаточно зайти, полистать, и вы найдете это приложение. В принципе, вы можете его открыть. Там уже есть тестовая игра лично вот этих разрабов. Вот что-то в этом роде будет вот так вот. Это отдельный лаунчер прям. Никак не связан с другими какими-то сайтами с модами. Все отдельное. Ну и теперь то, что хотелось бы сказать лично от себя всем подписчикам канала Саня Слоу. Ребята, мы уже с вами больше пяти лет на Ютубе. Мы начинали просто с нуля. Просто первая сотня, когда набиралась, уже радости были полные трусы. Когда мы набрали первую тысячу, это, кстати, произошло ну не так долго, это произошло в принципе очень быстро. Тоже радости было немерено. Когда мы набрали первые десять тысяч, тоже радости было много. Когда мы перевалили за сто тысяч, ну я не знаю, это был, по-моему, для меня самый переломный момент. Но когда я достиг миллиона подписчиков, почему-то такой радости я не ощутил. Для меня это стало как обыденностью, как будто бы просто цифра. На самом деле это и хорошо, потому что таким образом я не считаю это каким-то сверх достижением и для меня это не будет каким-то стопом в производстве контента. Поэтому я буду делать его точно с такими же темпами, точно так же, если, конечно, не будут позволять силы и время. Поэтому миллион, ребята, это всего лишь цифра. Но что самое главное, это то, что мы с вами добили этот лям. Вы понимаете, что просто, типа, чел, да ты просто 5 лет назад снимал какую-то фигню. И вообще что? У тебя миллион, типа, в смысле, ты какой-то, где твои волосы вообще? В общем, ребята, всем спасибо за просмотр этого видео. Я для вас побежал готовить видос по Соспекс, потому что мои олды очень просят Соспекс и как раз таки сейчас в тренде почему Соспекс умер и так далее. И я очень хочу записать видео на эту тему, потому что меня это лично цепляет, так как я очень много души и сил отдал в эту игру. В общем, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.